Зимовка отправляется в горы. Березовую катунь, место, которое у массового туриста ассоциируется с летним отдыхом, приспособят для другого сезона. Представители Алтай-турцентра обещают, что снежная специфика будет обыграна по полной. Так, часть территории будет представлять собой ледяной каток. Вы можете приехать со своими коньками, можете взять на прокат на площадке и в течение дня кататься, смотреть различные зоны, то есть быть довольно активными. Не ходить, не мерзнуть, а наоборот, по максимуму быть в празднике. Также зрителям обещают ледяные горки, фотозоны с маламутами, концерты, угощения, многое другое. На искусственном озере пройдет чемпионат по зимнему плаванию, а в небе будут летать парапланы. Погреться гости смогут в специальных помещениях. Организаторы надеются, что переезд в зимовки поможет и развитию зимнего туризма. Ведь до сих пор значительная часть баз и отелей Алтайского района работала только летом и на Новый год. Туристов этих мы, что называется, потоком направляем, главное их удержать. Поэтому многие, я надеюсь, просто будут открываться не на зимние новогодние каникулы, а уже с 1 декабря. Традиционное продолжение фестиваля – выезды на Лебединое озеро. Уже известно, что 11 операторов края планируют организовать туры на зимовку. Всего в трех городах и шести районах региона пройдут почти 40 мероприятий. Организаторы рассчитывают, что в них примут участие не меньше 20 тысяч гостей. Илья Кочетков, Александр Андропов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова